Наша школа не стареет, а пополняется новыми молодыми кадрами. Мы, побывав во многих странах, во многих республиках, поняли, что каждая республика обязательно сохраняет свою народную культуру. И мы поэтому здесь, в наших Люберцах, стараемся хранить нашу культуру, российскую культуру. Мама, папа, особенно мама, очень любила петь. Крестный гармонист, вот танцевали всей семьей, танцевали их друзья, пели. И мы детьми подглядывали в щелочку, как там поют, как танцуют, как играют. И я, и моя старшая сестра, и младший брат, мы все танцевали. Со школьной скамьи я руководила танцевальным коллективом в Доме пионеров. Отдельно обучала мальчиков, отдельно обучала девочек. Я пошла в училище, Астраханское культурно-просветительное училище, где я познакомилась со своим будущим мужем, Василием Даниловичем Трокином. У него семья, конечно, была очень музыкальная. Одни двоюродные братья, все играли на баянах. Ну а он у нас после института московского был преподавателем в нашем училище, преподавал народный танец, танец, ансамбль вел. И вот там мы познакомились, и так, в общем, поженились в 1971 году. Там родился первый сын у нас, Сергей. Там же родилась Александра. 45 лет назад мы переехали уже с супругом сюда, в Люберце, и я уже тоже вместе с ним стала работать в этом дворце культуры, в Люберецком городском дворце культуры. Здесь уже родился у нас младший сын Данил, и все дети, все танцевали здесь. Когда мы сюда переехали, здесь был уже ансамбль «Россия». Он существовал, в принципе, практически с открытием дворца культуры. Ну а когда мы уже пришли сюда, студия и танцевальный коллектив детский уже стали перерастать в большое количество детей. Пошло дело к тому, что дети все прибавлялись и прибавлялись, и была создана, вот, открыта в 93-м году хореографическая школа. Конечно же, за это время не только дети привели своих детей, но уже даже внуки танцуют, некоторых наших детей, выпускников. Мы проехали практически все республики нашей необъятной Родины, давали концерты, участвовали в фестивалях. Ну а потом, конечно, когда появилась такая возможность, мы стали участвовать в международных фестивалях за рубежом. Более 50 стран объехалось нашим коллективом. С победами возвращались обязательно мы с наградами. Вот последнее участие, это у нас было, да, объединенные Арабские Эмираты. Моих внуков четверо уже танцуют, и трое из них, в общем-то, практически закончили школу хореографическую. Кроме участия в наших коллективах танцевальных, в фестивалях Российской Федерации, в фестивалях международных, мы еще проводим у себя фестивалей в Люберцах. Я считаю, что Люберц по праву можно называть танцевальным городом. Может быть, я, конечно, чересчур, так сказать, большого мнения о хореографии, о танце, но я считаю, что это очень важный вид искусства. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!